ну что картинка картинка вырисовывается болт затягиваю и ставлю короб затягиваю боблта ставлю батарейку затягиваю боблта затягиваю затягиваю боблта затягиваю боблта затягиваю боблта заливаю масло в бур и заливаю масло в двигатель фирмы ЗИК ДЕКСТРОН 3 залью заливаю полный бачок и не запускаю двигатель рулем кручу влево вправо прокачиваю систему заливаю завсorman затягиваю заменил вырезаю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Моторное масло... Залью лукойл... Антифриз залью, который сливаю... Супер 1040... Оно как бензиновое, так и дизельное идет... Хоть двигатель лежа приходил... Из него все вытекло... В принципе, поддон весь масли был... Но я все подниму, перепроверю... Солью, посмотрю... Нет ничего в поддоне... Антифриз залил... Автомобиль поднял... А он капает... Сейчас фонарик возьму... Вот они капли... Я сначала подумал... Теплообменник... Давай смотреть... А бежит не с теплообменника... Бежит с трубки... Которая за турбиной... На блоке... Сейчас на втором двигателе покажу... А трубка эта не снималась... Второй двигатель... И вот она трубка... Вот эта вот идет... Там на резиновом кольце... Ее то ли повредили... То ли кольцо высохло... Но я склоняюсь к тому, что ее ударили... И чтобы теперь заменить эту трубку... Надо снимать турбину... Так что вот так вот... Снимаю турбину... Слил антифриз... Патрубок снял... Заодно сразу... Для чего я поднимал автомобиль... Проверю что в поддоне... Пробку ослабил... Да какая-то грязь присутствует... Немного... Но есть... Пусть стекает... Пусть стекает... Пока она стекает... Эта грязь... Я откручиваю... Кронстейн... И откручиваю... Снимаю... Приемную трубу... Кричу... Пусть стекает... Только там... Кричу... Кричу... Пусть стекает... снять хомут. Сниму турбину вместе с этим патрубком. А дальше уже там сверху надо будет открутить обратку. А обратку наверно даже снизу удобнее будет. Вот она обратка. Сейчас фонарик возьму. Вот она обратка. Два болта TORX T30 откручиваю и отвожу от блока. А все остальное сверху. Оба болтика я открутил. А теперь беру немножко. Вот все шевельнул. Опускаю автомобиль. Откручиваю снизу. Вот столько стекло из двигателя в тазик. Пробку закручиваю и опускаю автомобиль. Так вот в сторону ее убираю. Потому что там еще патрубок, который идет на впускной коллектор. в сопун. Так TORX T45 беру и вот подачу откручиваю. Подачу масла. Получается в корпусе масляного фильтра. Головкой на 13 откручиваю три гайки. Сwords б huge! Блок взги из пастухи и муш корень цветы. Это 케ст. С survives высохе шипит. Клятую пыль и маслом. Откручиваю И видно, что опускается турбина До конца ее не снимаю Снизу надо придерживать А чтобы придерживать сверху Мне уже ничего не мешает Я поднимаю автомобиль Снизу рукой подлезаю Эту гайку до конца откручу А турбину уже поймаю Поднимаю Снимаю Снимаю Беру свет А вот она и трубка Вот я именно с нее и бежал Антифриз Вокруг трубки Да Откручиваю два болта Один болт спереди и снимаю Патрубок и один болт На торце Выдергиваю трубку И подбираю манжет подходящий Кольцо Кольцо уплотнительное Патрубок я ослабил Скидываю его с трубки Также Откручиваю Вот этот болт Торт Т-30 Нет Тоже его ослабил И откручиваю И откручиваю болт Головка на 10 Здесь я тоже ослабил Вот такой болт Поддеваю и сдергиваю трубку Поддеваю и сдергиваю трубку Вот он Колечко Которое бежало Сейчас подберу Еще неподходящий Просто стечение обстоятельств Резинка уже высохла Я вот начал ее снимать Она лопнула Подобрал Подходящее колечко Устанавливаю Здесь протер Все Вот она Нормально стоит Протираю Посадочная Посадочная И устанавливаю на место Здесь Вот это Заводится За вторую трубку Аккуратненько Навременно Здесь В отверстие Попасть И Здесь Наживляю Наживляю Болт И Наживляю Второй Болт Притягиваю их вот таким герметиком для глушителя там прокладки нет сверху я вот почистил и на турбине смазал фланец ставлю на место наживляю и так же вот это место на фланце я тоже помазал герметиком прокладку новую уже не ставил устанавливаю все наживил прикручиваю обратку слив с турбины и опускаю прикручиваю сверху в принципе патрубок можно сразу одеть снизу даже удобнее будет вот сверху заключу опускаю патрубок на турбине я прикрутил надо было не надо его смещать и патрубок на трубку которую я снимал тоже прикрутил гайки наживил турбину дотягиваю и прикручиваю трубку подачи масла все стуцер помыл одеваю одеваю шайбу и перекручиваю и перекручиваю шайбу шайбу и шайбу и все заливаю масло и заливаю антифриз Масло я залил, максимум залил, но оно уйдет потом надо будет дарить, поэтому это уровень, потом уже выстоим. Я забыл глушитель закрутить, сейчас подниму, прикручу. Глушитель прикрутил, фланец прикрутил, патрубок интеркулера прикрутил, хомут на термостат прикрутил. В принципе, можно заливать антифриз и опять проверять. Думаю, в этот раз все будет нормально, опускаю. Антифриз залил, снизу подтеков нет. Так, масло залил, ГУР залил, пробку пока убираю. Так, клемму аккумулятора минусовую поставил, иду прокачиваю топливную систему, включаю зажигание несколько раз. Вон, насос как гудит. В баке что-то булькает. Академте туда. Академ边. Продолжение следует... Что-то со стартером... Никак не хочет запускаться... Подкинул пока зарядник, немножко аккумулятор подзарядить... Ну и воздух на форсунках немножко поспускаю... Ну да, воздух есть... Ладно, даю аккумулятор зарядиться... Вот я чудак... На букву чудо... Я расходомер не подключил... Попробую сейчас... Попробую сейчас... Смотрите продолжение в следующей серии. Да, хочет хватить, но не хватает ей напряжения. Пробую еще разок очередной. Форсунки не прописаны. То ли воздух, то ли какой-то перебой. Завтра человек приедет, форсунки пропишет и уже будет понятно, что там снизу. Снизу все сухо. Ни масла, ни антифриза нету. Так, масло маленько в гур надо добавить. Я руль покрутил влево-право, зума нет. Гур нормально прокачался. Антифриз, антифриз еще надо будет долить. Но двигатель работает, это уже радует. Двигатель запустился. В целом и мягко работает. Циркуляция есть, помпа работает. Помпа, потому что родная, с этим двигателем осталась. Все, грею, прогреваю. Завтра приедет человек. Сегодня, говорит, я уже не смогу приехать. Завтра подъеду, пропишет форсунки. Хоть холостые будут, устойчиво, а то нет-нет, протряхивает. Двигатель запустился. Это здорово. Вот, они тут записаны. Ну и как обновить сразу, да? Да, первый цилиндр. И вводим его в воду. Да. 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 Выпорчитай, вверх. Да. Вводим его в воду. Нет. Назвpy. Все, что вы не сможете? В Terrific. Да. Да. Оно, это самая. Первый прописался, да? Да. Все, прописали все четыре форсунки, вот эти вот кода, которые на А начинаются, их внесли и все сейчас, все четыре инжектора прописаны со своими кодами, работа будет уже корректная. Конечно. Сейчас собираю и запускаю уже в чистую. Они от плюс двух до минус. А, лона, да, меняются. Вот, на холостых. Форсунки, которые прописали, вот на четвертом цилиндре немножко помыть ее надо, или покататься, посмотреть. А так все работает нормально, стабильно. Двигатель мягенько работает, двигатель в хорошем состоянии. Дыма никакого нету, обороты берет хорошо. На этом все. Замену двигателя я закончил. Всего вам доброго. Если интересно будет, напишите в комментариях. Я думаю, хозяин свой двигатель оставит старый для разборки, дефектовки. А мы уже разберем его, посмотрим. Спасибо.